В Беларуси ужесточена уголовная ответственность за причинение вреда национальной безопасности. Такое решение было принято на осенней сессии парламента. Депутаты пояснили, что статья была и прежде, но в последнее время деструктивные силы используют интернет и телеграм-каналы. Изменение законодательства – это ответ на вызовы времени. Скорректированы все части соответствующего раздела. Наказание ранжировано в зависимости от тяжести последствий. Отметка вакцинированных в стране приближается к 25%. По мнению специалистов, для эффективной борьбы с такой напастью, как COVID-19, нужно сделать укол минимум 70. Медики отмечают, риск тяжелого течения болезни высок у непривитых. На ИВЛ все чаще попадает молодежь. Такая особенность штамма «Дельта». Общереспубликанская акция «Чистый лес» пройдет в Могилевской области 9 октября. Привлекут внимание к необходимости бережного отношения к зеленым зонам. В прошлом году участие приняли порядка 7500 человек. Подробную информацию можно найти на сайте областного лесничества. В Бобруйске состоится благотворительная выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям» в Центре досуга и творчества с 7 по 15 октября. Для участия необходимо создать необычную композицию из собственного урожая. Например, овощей, фруктов, меда и орехов. После результата все работы будут переданы ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям. Мужской хор Всехсвятский 14 октября выступит в Бобруйске с концертной программой «Осенние мотивы». В ней песнопения, посвященные Пресвятой Богородице и Дню Матери, произведения белорусских композиторов, новинки и сюрпризы. Концерт состоится на сцене театра имени Дунина Марцинкевича. Начало 18.00.